переходим ко второму полуфинальному матчу gsl super tournament у микрофона по-прежнему кабе и мы будем смотреть противостояние тивая хиро в матчапе твп большинство симпатий нашей аудитории здесь наверное на стороне тирана но при этом хиро на самом деле имеет гораздо больше успехов на турнирах такого порядка такого типа ему очень хорошо подходит формат коротких турниров именно поэтому хиру выиграл 3 ивента intel extreme masters еще дважды занимал второе место в том числе в знаменитом финале против со с а где победитель получил 100 тысяч долларов а проигравший ноль долларов и хиро дважды выиграл подобные ивенты и в корее у него есть золото кеспа копья золото gsl super tournament что касается чего это в принципе все его победы поместились в два месяца в семнадцатом году он выиграл в январе веск в китае и потом в марте и м катавицы и в принципе этими двумя победами вырвался в топ и по заработкам потому что это ивенты с самыми большими призовыми но при этом в корее утевая пока нет ни одной громкой победы у хиро ко всему тому что я назвал есть еще и чемпионство с на старлиге где он своего бывшего тиммейта посиджеем туз бьяла обыгрывал весьма уверенно здесь и сейчас немного сложно сопоставить потому что чего и весь год не то чтобы так уж круто выступал но при этом именно на этом ивенте и в частности вчера против партинга показал себя очень здорово но посмотрим сработает ли это против хиро начинает по крайней мере тивой довольно в необычном стиле он ставит барак внизу с тем чтобы обмануть соперника который соответственно по логике должен ждать прокси и поэтому тивой строит даже зилота ожидая что прокси рипер прилетит очень рано то есть вкладывает лишние ресурсы ставят очень поздний nexus ну и все это покупает тивой ценой того что он просто вернется бараком домой но он правда сам при этом играет газ до барака и у него очень технологичный билд тоже цц это пошел только сейчас но уже заказан циклон и пошел старпорт задернуты шторы и разложен диван да как у александра васильева почти хиро играть через блинк тивой прилетает и видит твой лайт с апгрейдом ну конечно возможны варианты но я думаю что блинк тут явно приоритетная версия особенно учитывая что никакие гейты не добавляются ну а здесь больше со стелсом теоретически у нас есть возможность увидеть даже и в смысле технику снова но вчера тивой в послематчевом интервью говорил о том что на самом деле успех его билда и стиля игры был в том числе карты обусловлены что будь то не thunderbird то его бы партинг раскачал ну и мы видим что баракта уже добавляется но впрочем тивой из пехоты и вчера своих инвиз большей тоже комбинировал так что в этот раз будет скорее всего именно такая версия ну а хиру тут пока подвар павает сталкеров на там готов 2 барак он сейчас полетит на лабораторию заказан рэйван есть ощущение что тивой 2 базовый пуш готовит с танками рэйвеном не составил с большами которая пока в целом просто зил это перехватывает но тоже почему нет забавно конечно что два здания на мэйне у хиру не заблокировали траекторию для залета рипера и он все равно смог запрыгнуть я даже не знаю так было задумано макмейкером или нет в любом случае прилетает тут феникс видит рэйвена видят бань шону одну бань шон и так уже видел ну хиру дальше ставят архивы третий барак хиру по всей видимости с чарджем и с архонами планирует отбиваться от того пуша который готовит ему оппонент может быть он даже не станет заказывать быстрый шторм но с другой стороны шторм это конечно все таки очень ценный апгрейд другой вопрос что он еще не дешевый но если ты варпаешь дальше преимущественно зилатов то тебе не очень важно газовая стоимость 5 гейтов добавляются 2 архона варпнуты смысле два темплера пока и явно для архона потому что для апгрейда на шторм действительно нет нотилай тут никакого 3 в цц не ставит там есть абсервер он все это дело наблюдает больше на 3 базе могла бы пользу принести пока что сканет натурал своему оппоненту тивай но здесь конечно сталкером ничего не светит максимум а стоп погодите он что отменил стелс тогда сталкером конечно все светит я не заметил но это единственное объяснение видимо у большей не было осталось иначе бы она в него конечно же ушла и тивай просто перестроился на рейвана после одной бандж и вот он этот пуш там тем не менее был заказан шторм и он уже доделывается я вот только совсем не уверен если у хиро темплеры по итогу в теории он мог тех темплеров тогда и не сливать вархону 2 стартовых и тогда у них уже много энергии а здесь статья идет без гастов у него правда не так много пехоты можно и размекрить нас в части тем временем не дусы с хвостами превратились в индусов с хвостами мне нравится ваш утренний креатив тела и тоже он и сам не дурак креативить с утра в корее правда уже не утро в 6 часов вечера самое время 6 часов время пить чай и делать дроп на мэйн говорит тивай забирает твайлайт отключает пару производящих зданий где-то очень далеко не только бегут поезда но и танки раскладываются и тем не менее на той позиции они не прикрывают пехоту которая стоит на этой немножко странно так тивай со всем этим разобрался рэйван вообще харасит авто турелью не находится в основном сражении и в итоге тивай удовлетворился достигнутым результатом отступает оставив малюсенький такой ариегард это немножко похоже на стиль дрима которые мы видели в игре против пейшенс и такие вот отступление дроп потом вернуться под танки но тивай не возвращается с концами ушел этой армии тут медленные мины поэтому они не столь опасны ну а херу пока добавляет вторую форджу 3 меди вак загрузились они видимо полетят вырубать третий nexus но тем временем третий cc появился херу четвертой базы тоже нет так что в целом тивай все устраивает единственная опасность что к нему уже идет эта атака с призмы с призмой с темплерами а у утеран то половина армии улетела отсюда но правда он перекрывается такой полу стеночкой у него тут танки есть надо викингами по призме начать стрелять хотя бы чтобы она не могла под турели подходить там на позиции мины а тивай похоже f2 чнул и его армия вернулась из атаки к середине карты в итоге он высадился и идет по земле как джулс из криминального чтива который тоже хотел пойти по земле не уверен что он имел виду именно это мотива имел ввиду что он может улететь такой армии снова высадится на мэй но тут уже сталкеры не знаю если бы дроп полетел сразу он бы с высокой с высокой вероятностью убил бы третью но в итоге тивай все-таки выжимает из этой ситуации максимум забирает пару сталкеров четвертый cc тут мины пошли куда-то закопа закапываться в траекторию потенциальных зилотов через shift ну и игра добавляет колосс чего это перестал викингов строить так что его это может застать врасплох единственно что у него все еще есть рейвен но рейвен здесь летает посередине карты как бы его не поймали скан видеть его и четвертую не сразу выдвигается в эту сторону он там есть пилон на контроль карты поэтому по идее должен реагировать хиро он еще и темплеров подвел здорово выводит протас по одному узелку чтобы разминировать видит колоссов терран тут же в заказе появляются викинги апгрейды такие неспешные что с той что с другой стороны 11 как на 12 минуте но вот как раз доделалась плюс 2 ну протаса тоже 22 делается добавлен старгейт кстати пока что пошел оракул но вероятно хиро уже думает и о более поздней стадии игры ставит флит бикон это не то чтобы что-то сверхъестественное но именно от хиро мы не слишком часто видим подобные лейтгейм тем интересней будет на это дело посмотреть пока он забирает 2 медивака конечно если тело и будет так неосторожно своими юнитами распоряжаться игра может и низа и не дойти до этой стадии у тела я заказывается танк что свидетельствует о том что у него есть факта на лаборатории при таком раскладе совершенно не ясно почему он до сих пор не сделал апгрейд на скорость закупки мином но он вроде от них мин отказывается но мне кажется что зря потому что у него нету более эффективного средства против зилотов хотя с другой стороны хорошие паки пехоты с плюс 3 после емп более менее справляются с зилотами тем более когда существенную часть лимита будут занимать темпесты зилотов будет уже не так много а тут подсказывают грамотную вещь твой light был убит и возможно хиро долгое время его не восстанавливал и поэтому не мог заказать 22 до забавно это просто не в каждой игре происходит поэтому тебе не сразу приходит в голову что надо срочно восстановить твой light ты такой думаешь что ну блин к чардж у меня уже есть тип все нормально и так а нет сделать протос апгрейд на скорость об сервером теперь готовит апгрейд на скорость призме ну а тут тем временем дроп на мэйн естественно будет от контрин до варпом там емп какие прям заходят по всем колоссам и имморталом и по темплеру тоже попадают и даже по оракулу никто не уйдет обиженным из протосов с поля боя конечно тивай предпочел бы чтобы предложение было покороче и просто никто не уйдет с поля боя из протосов но к сожалению так пока не выходит в этом матчапе 5 гастов ну наверное соотношение будет потихоньку меняться 14 танков вот это интересно реально такая тяжелая танковая армада путевая и постоянными сканами он просто не подпускает сюда протоса да там темпеста их выбивают потихоньку но у темпестов по танкам урона то мало но с другой стороны он все равно есть и в ответ темпесты почти что не получают урона из-за огромного радиуса атаки вообще радиус атаки это один из компонентов игры которые планируют пересмотреть если вы читали последний блок blizzard то вы наверное знаете что очень многие способности хотят немножко укоротить чтобы имя было труднее пользоваться и невральный паразит на клеточку поменьше и атака флюркером насколько я помню и атака темпестом в том числе все немножечко уменьшим акулы едва не получили свой традиционный билет в один конец обычно именно так выглядит revelation в матчапе pvt потому что викинги стреляют дальше чем оракул кастует свои свои способности успевают убить оракулу который слишком долго разворачивается а нет леркером говорят увеличенную тренировки но в общем пересматривают там многое в этом отношении попал revelation по танкам и тором в этот раз тивай собирается играть по гадлай по гайдлайдам именно близзардов которые говорят что темпестов надо контрит торами будут пытаться делать именно это там апгрейд на скорость трансформации пошел которые среди этих юнитов только на торов и работает ну здесь такой минорный дробчик минус 5 пробок хирин такую ни разу не наглую локацию решил занять ну протос что с них возьмешь очень интересный стиль показывает тивай лохера потихоньку начинает отдавать рабочих чтобы освободить побольше лимита под армию 70 плюс пробок ему уже без надобности всю свою половину карты он занял но там еще внизу есть две локации которая может при желании поставить мне кажется желание у него такое должно быть ему бы газа побольше так а там похоже была сделана нюка но погиб гост который хотел ее бросить снова дежурный гост бросает емп отвечает ему оракул ревелэйшеном старый добрый обмен любезностями но и здесь массовый троп который не даст занять эти самые две базы хиру там еще и третью снова ставит он причем такой смешной вы же видите да что там верхнюю базу на 12 покрывает сенсор к то есть хиро вообще не парится но у тебя я скорее всего там сейчас нету войск вообще совсем прям ни одного юнита выйдут два тора возможно они сходят этот nexus уничтожат тем временем госты дают емп по темпестам чтобы торы их могли быстрее забрать торы их действительно забирают довольно быстро там пол кабины сносят один залп когда нет щитов апгрейд на минус лицо как это называют в доте зилаты добегут все-таки до танков но тут подошел большой брат спас ситуацию до торы кстати и с оракулами неплохо справляются эту базу не удержит протас даже не так легко найти очевидный ответ каким образом протасу взламывать вот такой состав армии ну будь с нами алекс 007 он понятное дело порекомендовал бы 40 чардж зилатов на практике сложно сказать сколько из них добегут до 13 разложенных танков ладно пусть 11 2 там в обороне а тут еще и торы и гостов немножко какие-то чудеса контроля чтобы зилаты приняли зал потом дизы выстрелили по танкам надо чтобы темпеста выбивали эти танки но хиро не очень хорошо находит для этого возможности в том числе и потому что оракулы погибают регулярно от торов а вот она и нюка полетела будет чистить оборону статическую своему оппоненту тивай около с красава хиро успевает заметить гост решил поразвлекаться как в тире по такой цели наверно трудно промазать гораздо профит не было сейчас выбить честно говоря пилон но пехота предпочитает стрелять по зилатам давить интеллектом планетарка спасает ситуацию вот они торы подходят мгновенно лопнул один темпест как шарик пеннивайза торы очень битые ой не торы а темпесты надо больше батареек хиро мне кажется посмотрите у человека 3500 ресурсов что ему мешает наплодить батареек середине карты чтобы темпесты не погибали ведь торы медленно стреляют и приходит в контратаку хиро пометуя о том что у него есть все-таки рекол на экстренную ситуацию ну а там уже нюка полетела на натурал и причем в такую точку где ты не особо ты станешь проверять есть подозрение что у тебя и нет апгрейда на и а нет стоп у него есть апгрейд на инвиз гостам он видимо не тратит просто чтобы на емп была всегда энергия но в итоге вот так вот с имморталами выходит хиро разбирает существенную часть торов тем не менее абсолютно отваливается по земле от танков потому что тивай шикарнейший оборонительной позиции стоял но я думаю что здесь торы были целью снова пошла нюка я даже не понял предыдущие видимо не упала и и похоже хиро нашел и уничтожил здесь зилот и аутисты пришли прямо под ядерный удар может они хотели поймать бомбу помнится читал я где-то школьной программе ранних 90-х рассказ о том как распевая интернационал русский боец красной армии бросился животом на гранату в бункере может быть что-то подобное хотели воспроизвести зилоты с криками жизнь за айур ну жизнь у них действительно была забрана не знаю сколько выгоды получил от этого айур пока айур получает 1 ядерный удар за другим и ответа на это его у хиро просто нет его армия очень медленная ну а такое количество нюк в твп мы видим конечно не только лишь каждый день наверное главный вопрос который потихоньку начинает интересовать всех любителей второго старкрафта это сможет ли алекс 007 достать этот реплей но по секрету могу сказать что в теории он может записать из клинфида кто ему помешает очередной мировой рекорд ну а тем временем сколько не мог занять эту базу протас но и терра но она не достанется хиро увел всю свою армию из обороны и протас переходит в контратаку путевая узел конечно армия хиро переходит в контратаку убивает планетарку выбивает две орбитальные станции решил тела и возвращаться емп проходит но только папе а вот теперь уже по всем уходит домой реколом протас да и правильно делает здесь тор и попались я не знаю зачем их твой там оставил возможно их целью было добить хотя бы один из нексусов ревелэйшн по гостам очень нужен даем брошен теперь гораздо легче будет от микрить потенциальные емп вот они госты они все равно умудрились оставить темплеры без энергии тем не менее этого и потерял ццену у него 1700 минералов ему нет смысла сливать армию за цц один тор стоит дороже командного центра а терраны еще и перелетают так что тивай все правильно я думаю делает и здесь он решил грубкой пехоты прийти в контратаку на одну из важных баз протаса здесь оказались блинг сталкеры на позиции на 17 рабов потеряно принципе рабы сейчас не такой важный ресурс я вот тут сразу две нюки полетели ну вот напрасно туда викинги политики параллели две нюки прям даже урона нанесут по nexus у marine решил проверить спасибо marine желтый хп у nexus теперь можно дотыкать его парой мародеров приходят танки поздно раскладываются но здесь лишь один зил и цархоном зашли далеко вперед снова теряет тивай один командный центр хиру потратил почти весь минеральный банк у него остается куча газа наверное для протаса это лучше чем наоборот потому что можно заварпать темплеров архонов но эти темплеры постоянно ловят емп снова нет штормов потому что все темплеры формаль поймали емп сливаются в архонов но погибают на этой фазе gg и тивай выходят вперед со счетом 1-0 в очень красивом стиле показывая что можно искать ответы на это пресловутая не контрящиеся твп ну впрочем многие сейчас говорят что лайтгейме играть затеррано можно это в мидгейме трудно тем не менее у тебя и получается можно конечно опять же говорить о том что хиро не самый сильный протас но вроде и тивай не самый сильный терран я бы примерно на равные позиции поставил этих двух игроков но здесь тивай показывает очень классную подготовку это в своем роде еще и очень классный аванс для нас для близко она потому что очень вероятно что хотя сам тивай это на близко он не поедет но многие из его наработок будет использовать special у которого в группе уже есть как минимум шоу тайм и у него в группе еще будет 5 номер корейского рейтинга правда на данный момент 5 номер корейского рейтинга это су и по всей видимости так и останется потому что никто его уже не обгонит так что разве что с шоу таймом сможет спешу в теории продемонстрировать такой стиль но в любом случае это интересно поехал хиро очень рано пробкой вперед я даже думал что может быть это будет второй гейт в прокси но хиру приезжает просто в разведку фанаты тивая негодуют считают что место протасов под шконкой они на одной строчке стилаем я не могу назвать себя очень большим фанатом тивая но во первых играми на этом ивенте он располагает к себе многих в том числе и меня во вторых ну мне кажется что объективно в этом сезоне он не очень хорош но то что его интересно смотреть это факт но просто зрительский рейтинг и рейтинг wcs все-таки это разные категории когда-то давным-давно когда я смотрел корейский starcraft только в записи на ютубе году это к 2008 мои личные рейтинги обычно тоже редко коррелировались с рейтингом кеспа я любил смотреть таких ребят как sky high матч об мейджик тех игроков которые именно показывали необычные стратегии чаще других тем временем снова через твой лайт будет играть хиро он вполне справедливо помог полагает что проблема была явно не в билд ордере билд ордер был стандартным и вполне позволил выйти в лейт с преимуществом не будем забывать также и о том факте что от стартовой атаки хиру вполне успешно отбился да там твой лайт потерял но он все же играл три базы в две на тот момент минус пробочка очень необычный на самом деле выход час активая что он вообще значит то есть его играл без ритера правильно и тивай настроил маринов и приходит ими в атаку с одним гиллионом с двумя гиллионами это предельно странно в итоге его конечно же отрезают форс филдом один гиллион проскочил но если бы не было такой ранней стенки на натурале а такая стенка действительно далеко не в каждом первом матче случается то могли бы быть проблемы у протаса потому что гиллионы бы проехали но хиро разведал пробка из-за этого и успел перекрыться но все равно это очень оригинальный отыгрыш однако хиро здесь действует своевременно гиллионы хотели на дурачка проехать но хира хорошо держит позицию в итоге удается тиваю хотя бы забрать пробку и выиграть таким образом немножко времени третьего нексуса ну а продолжение здесь большую со стелс мы видим мотива и ее не будет отменять в этот раз доделывается стелс вторая баньша тоже пошла и здесь пока фарджа вот-вот будет готов блинк даже рановато ушел сейчас стелс тива и можно кстати центр было бы забрать но конечно же по рабочим будет стрелять его и три пробки не самый яркий результат тут уже третий cc поэтому для тела и в целом все нормально но хиро то вот какой ответ он и близко не улынет у него вообще всего 2 гейтв или 333 гейтв но тем не менее он просто варпл сидел сталкеров тут кстати скорость перемещения ваньшам пошла и там все еще нету 2 барака так что это все еще может быть мех но здесь и сейчас хиро приходит в контратаку тивай бункер вычинить не успеет но под стелс большую ему тут нет резонов лезть потому что у него нету вот здесь опса сервер есть только дома вот он прилетает но на момент атаки еще не было он видят что делается еще один апгрейд ну и либо тела и упоролся и делает апгрейд на медиваке либо одно из двух кстати апгрейд на медиваке в очередной раз пытаются изменить чтобы он пассивно увеличивал что-то там по моему длительность буста то есть чтобы он увеличивал не только частоту бустов но и длительность тогда медиваки едва ли не все время будут летать в бустах но правда есть проблема делаться он будет во фьюжн коре как и дальность либератором например но с либераторами это как раз очень логично потому что переходить в либераторов можно будет со старпорта на реакторе у либераторов именно с дальностью что очень удобно а сейчас требуется перелетать на лабу или строить дополнительный старпорт для этого ну да ладно две факты у тивая в продакшене вот что интересно вчера он играл в технику на thunderbird но в этот раз будет техникой на акрополисе я признаться не обратил внимание но мне есть подозрение что вполне вероятно что хиро мог thunderbird то просто вычеркнуть и поэтому тиваю пришлось выбирать другую карту для этого стиля аму в спид будет больше они продолжительность буста до меня правильно поправляют то есть медиваки будут просто все время летать быстрее типа как charge зил это но ждем стилей в 40 медиваков получается да новая имба не зря кого еще wings of liberty говорил что медивак наш главный враг тем временем вот такие баньши которые перехватывают зилатов скорость об сам делается для того чтобы этих большие контрить ну на самом деле с фьюжн кором и медиваками здесь отчасти то может быть это и лучше опять же потому что сейчас во многом этот апгрейд не делают просто потому что не нужен так долго старпорт на лабе и и когда ты улетаешь на реактор ну тебе вообще не вказ потом ради медиваков делать какой-то старпорт с лабораторией реально фьюжн кор может стать более простой опции но посмотрим все это будет еще не скоро а вот апгрейд на магнитные ускорители делается уже сейчас как играет на синее пламя кстати вчера против партинга тивай не сразу вспомнил про синее пламя а вот сегодня он правил работу над ошибками и заказывает это улучшение вовремя очень интересно посмотреть как будет играть хиро потому что здесь есть два кардинально разных стиля вы можете либо давить мозги и товыми войсками как это делал партинг либо переходить целенаправленно в лейты в воздух и похоже что хиро выбирает второй сценарий и это очень здорово потому что для нас как для зрителя это огромный бонус что мы посмотрим два совершенно разных твп за этот же сал супер торнамент именно при игре вот в такую технику хиро планирует играть либо в карьеров либо в tempest of ну или может быть в комбинацию того и другого здесь это зависит еще и от того наверное какой состав армии планирует тивай против батлкрузеров по моему личному опыту лучше комбинировать потому что хорошее количество карьеров там штук восемь под батарейками позволяет чтобы батлкрузеры не могли вас впушивать в край карты потому что темпеста же их кайтят но не могут сражаться в лоб при этом батлы могут убивать карьеров но только если батареек нет поэтому ваши темпеста могут отступать до карьеров которые под батарейками обеспечивают какую-то зону делимит демилитаризованную зону безопасности но это все алмазная история посмотрим что будет играть тивай по факту и что будет играть хиро по факту хиро начинает именно с карьеров четыре батона в заказе great на плюс один пошел ну а здесь холбата с синим пламенем готовы посмеяться зилатом в лицо танки с расстояния насмехаются над сталкерами ну и хиро возвращает все это домой реколом чтобы не отдавать впустую а вот они батарейки в этот раз хиро очень здорово реагирует правда к сожалению эта позиция у него пока ничем не подкреплена так что она будет потеряна сейчас уже такие инвестиции как 400 на 0 не слишком сильно беспокоит протос и след за 1 четверкой карьеров пошла и 2 утилая пока циклоны выполняют роль голиафов с первого старкрафта на самом-то деле если циклоны с апгрейдом на зацеп в цепь от карьеров там будет очень много урона но конечно всегда вопрос стоит в том что обычно у карьеров есть саппорт по земле который не дает циклонам стоять и атаковать в отличие от вчерашней игры тивай в этот раз совсем не налегает на баньши со стелсом и у него минимум было этих юнитов несмотря даже на апгрейд на скорость гораздо больше циклонов в этот раз 11 морпехов вот как раз перед прекращают свое существование на карте ну и наверное надо викингов подстраивать есть викинги есть либераторы в какой-то совсем теорикрафтерской вселенной наверное либераторы с апгрейдами на атаку по воздуху могут пытаться убивать интерсепторов но на практике с определенного количества именно вас к 2 убивать интерсепторов по моему прекращает иметь смысл и все-таки надо фокусить карьеров самих циклоны оказались не вместе с этой армией я не уверен что это крутое решение но они очень быстро выбивают фатонки они убьют nexus и наверное успеют соединиться с этими войсками им бы сейчас зайти в спину провести зацеп где-то по четырем карьерам пока что очень трудно тиваю особенно учитывая что его торы стреляют по интерсепторам конечно интерсепторы погибают быстро да вот и циклоны тивай кидает скан ему важно знать где эти карьеры циклоны сближаются викинги начинают стрелять по карьерам но тоже сбиваются на интерсепторов время от времени циклоны приехали в цепели сталкеров но это честно говоря пустая трата кулдауна на зацеп но вот минус один карьер минус 2 минус 3 тут и торы начинают помогать нормально рассыпается на армия протаса но там было добавлено 20 гейта их в общей сложности уже сейчас должно быть 6 и в продакшене появились темпесты да здесь однородная армия всегда работает плохо протаса это такая раса которой очень важно иметь именно комбинацию из юнитов здесь и темплеры нужны ну хотя темплеры именно в этой в этом миксе может быть пока не очень потому что особо нет гастов как и в принципе пехоты а там пошли battlecruiser и ну что мы будем смотреть на противостояние тактических скачков и ревелейшенов с темпестами и реколов тогда нужен мазершип я думаю что хиру как и весь остальной старкрафтерский мир смотрел знаменитое противостояние тивая с креатором поэтому примерно представляет как выглядит мета в позднем таком твп неплохой ревелейшен по викингам место уже соединились с этими войсками есть несколько сталкеров которые выполняют роль именно анти викинговой такой подушки безопасности есть его и занимает новую базу пока что ресурсы почти под ноль потрачены кстати говоря вот куча мин с апгрейдами это очень неплохой вариант потому что они сплэшом очень здорово справляются с интерсепторами мне кажется тиваю надо подналечь на мины правда у него 200 лимита уже ну а там действительно пошел мазершип дается пара зилотов так их время от времени подвар павает хиро чисто чтоб тиваю жизнь медом не казалось я слышал что сравнительно скоро на нашей планете вымрут пчелы поэтому жизнь медом уже никому казаться не будет но хиру немножко ускоряет вопрос в рамках этой конкретной игры интересный такой состав армии бродит посередине карты несколько торов несколько викингов этот тор что-то загулял но это вот сильная сторона твп через технику с какого-то момента можно себе позволить массовые проезжание проезды вернее гелионами и это на самом деле очень здорово работает потому что пробки лопаются очень быстро собственно тивай мог гораздо раньше начинать но не до этого ему было ох ничего себе расстояние такое до пушки ямато но видимо просто темпест успел отойти и поэтому так далеко выстрелил battle но ямато не ваншотит не battlecruiser не темпеста просто снимает много хитпоинтов тивай марширует вперед он решил прийти и выбить добычу мины перекапываются назад чтобы с интерсепторами именно повоевать из-за этого здесь не очень-то удобно будет нападать на эту позицию протасу он все же летит вперед мины там как-то разрядились но большая часть карьеры все равно осталось при своих интерсепторов торы убивают первого батона второго третье на желтых хп но сюда телепортируются battlecruiser и они сейчас начнут наносить урон надо было успевать уходить отсюда реколом хиро но он не успевает он отдает всю свою армию и пишет gg непонятно почему не был сделан рекол как-то хиру не сориентировался в этой ситуации может быть считал что уже поздно в любом случае и тивай выигрывает второе лейтгейм твп подряд у этого оппонента доказывая что может быть я и действительно напрасно ставил хиру на одну строчку с ним вроде бы результаты за 2019 год свидетельствует о том что хиру должен быть даже выше но в изобретательности он сильно проигрывает своему оппоненту расы терранов ну и наверное в этом нет ничего особо нового то же самое сказал бы вам любой опытный зритель второго старкрафта корейского что понятно что эти война много изобретательней просто были опасения что хиру про обузит и продавит все эти крутые разнообразные билды чем-то примитивным однако пока тивай выживает превосходно ну а затем доводит игры до победы в стиле который у него явно очень здорово отточен вполне возможно что хиру в третьем сете на диска bloodbath будет играть что-то более жесткое с другой стороны тут такие рожди станции не очень-то удобно здесь пушить посмотрим сплайс тивай появляется справа и немного внизу и оппонент hero из команды triumphant song gaming слева и чуть вверху да нам правильно напоминают в чате что начало то было для тивая совершенно неудачное не забываем что его билд мариком в мариков с проездами проездом гелионов совершенно не оправдался и не окупился и все же все закончилось очень хорошо ну а тивай решил сам немножко пообузить с эти за номером 3 впрочем получится не так здорово как хотелось бы потому что хиру перекрывается на точке для возможного запрыгивания рипера так что своим быстрым рипером не добьется тивай ну не то чтобы совсем никаких результатов но максимально возможных результатов ему придется облетать через натуралы следовательно несколько драгоценных секунд будет потеряно к тому же а вот оно что вот такой рипер будет ну путевая как у игрока который практикует технику в матчапе твп есть большое преимущество с такими билдами он вполне может себе позволить отдавать барак есть ему барак конечно нужен чтобы будущее factory строить но новые факты там нужны совсем не скоро тем временем ликуют болельщики и не потому что тивай придумал клевый билд а потому что всем подвезли халявные пепси и бургеры мне к сожалению не подвезли но ничего страшного любой скилловый комментатор умеет запланировать себе перерывы на еду по ходу трансляции старгейт от хиро ну а рипер там мешает насколько может но поскольку хиро разведал и все узнал об отсутствии барака дома он заказал зилота так что там минимальные потери ну а здесь зато пробка может бесконечно долго разведывать вынуждай рипера вернуться домой и только теперь будет уничтожена разведка а нашла эта пробка факту на лаборатории и несмотря на это хира все равно заказывает оракула что интересно это вроде не так уж и логично потому что там есть циклон который оракула контрит но чтоб он его контрол прям в чистую надо конечно еще и разведать это во первых во вторых если будет оракул ждать феникса то можно будет циклона поднять и сбить ему зацеп тем временем мотивая там такой любопытный рабочие в углу карты но он любопытный для нас потому что любопытно что он будет строить но он любопытный еще и потому что он хочет узнать полетит ли к нему что нибудь с этой точке на карте но кажется оракула в итоге он не увидел давайте в этот раз строят очень ранний третий командный центр и действительно снова факторе его можно понять учитывая что он только что выиграл механизации две игры а дискоблокбат ну неплохо подходит для этого стиля потому что тут техника и 4 база удобно оборонять и наступать с танками удобно неудивительно что тут в этом же стиле будет играть теран ну а протас отвечает совершенно иначе он мастер фениксов однако тут уже три циклона в теория правда им все можно сбить зацепы гравитационными лучами обычная такая же циклоны по воздуху не бьют тем не менее хиро решил пока не рисковать и просто сохранить всех фениксов твой поставил факту на реакторе и производит с нее мины то тут классная ловушка интересно заметят ли ее террин в нее например могут попасть переезжающие на новую базу рабы ну а тут та самая любопытная ксм к которая находит третий nexus феникса все продолжают прибывать и там пошел второй старгейт мину в итоге попала в ловушку но не худший вариант оракулу не погибает потому что из-за возвышенности обзор пропал а вот они и циклоны в воздухе то о чем я раньше говорил даже если они не погибают от атаки в воздухе гравитационный луч сбивает зацеп а было бы любопытно да если циклоны висели в воздухе но продолжали зацепом стрелять технически непонятно что не мешает если это ракеты самонаводящиеся ну да ладно естественно большинство способностей в старкрафте подчинены все-таки требованием баланса а уже на втором месте находится какие-то там псевдо физические обоснования все же это киберспортивная компьютерная игра они симуляции реальности иначе наверно космический крейсер занимал бы примерно половину карты если не больше в целом на предыдущей атаке довольно много фениксов было отдано 20 клонов все еще много но там 20 гейта их так то можно было постановить правда внезапно хиро начинает варпать сталкеров добавляет кучу гейтов роба я грешным делом думал что он вообще собирается чисто в воздух играть но видимо все-таки настолько далеко пока не готов заходить протас но это странно потому что он построил 20 гейта и со второго заказал сколько феникс 23 и теперь они не работают но позже возможно они будут использованы просто для вот пошел у протаса 4 nexus в этот раз значительно раньше строит апгрейд делает апгрейд на мины тивай а тут кстати уже три оракула да вот не только фениксов а оракулов еще подстроил немножко хиру но там мины там турель никак не влететь под сталкеров тоже не захотел ехать тивай пока такая очень осторожная игра с обеих сторон грейд на армор готов террано делается атака а вот у протаса на землю улучшений нет вообще у него только плюс один на воздух и при этом 22 блин к сталкера очень интересная и сюда прямо в атаку прямо в эти танки прыгают сталкеры разбирают танки одного за другим есть холбаты но они по ним наносят урона довольно мало танку тивай успел спуститься это значит что наверху его уже никак не разложить есть новый танк наверху шива надо раскладывать тивай успевает сориентироваться раскладывать танки мина наносят огромный урон и сталкера просто рассыпаются был бы это первый starcraft сейчас бы тут была шикарная синяя лужа из драконов к сожалению сталкеры взрываются более буднично я кстати сегодня перед стримом ненадолго включил китайскую трансляцию с шоу турнира из китая где играли между собой flash и store и ну вы наверное знаете что в китае запрещена кровь в компьютерных играх и поэтому там мари марики разваливаются но вместо красной крови серый но если во втором starcraft и ты как-то к этому нормально относишься что ну черная кровь и кей то в первом это как-то выглядит довольно жутковато потому что марики разваливаются кучкой такого серого пепла как-то очень фаталистично это выглядит знаете и приходят мысли о том что все мы лишь горстка космической пыли под солнечными лучами не меньше фатализма наверное испытывает тивай глядя как сталкеры прыгают по его мейну 28 ксм он потерял в процессе этой атаки уахиро конечно любопытно перестроился из строги и тофда в блинк сталкеров которых так и нет улучшений там параллельно делается charge здесь тивай все-таки стабилизируется потому что танки есть танки и три факты на лабораториях все же делают свою работу но ему будет трудно вернуться на четвертую где потерян командный центр или не потерян нет орбиталка похоже выжила она просто улетела да но танки с 11 конечно эффективно работают но посмотрим в предыдущих играх в абсолютно равный лейт выходили террин и протас в этой игре хорошее преимущество получает хиро кстати говоря протас продолжает строить феникс возможно держит в уме опцию поднимать танки чтобы минимизировать урон именно от них немало минах и лба то есть так что эти чаржил это сработают не так здорово как обычно об серверы продолжают получать урон от турелей это более важно чем могло бы показаться потому что наверх не запрыгнуть но в итоге хиро просто ломятся в лоб никакие феникса никого не поднимают они вообще опоздали в это сражение но они могут поднять танки которые там стоят на хай граунде почему-то хиро этим совершенно не занимается феникс и просто ничего не делают по-моему по f2 шинки летает сейчас все войска хиро или по рамке а клик рамка как бы то ни было хиро развалил четвертую базу нападает в сторону 3 но там-то планетарка там не так просто да в итоге blink вперед танки таки подняты в воздух получают урон похоже что тела и здесь не светит выйти в лейт у него все еще почти 50 рабов но армии почти нет и несмотря на 5 factory уже не верится в том что он сможет как-то стабилизироваться здесь выходят циклоны циклоны не наносит сплэша который нужен против сталкеров очень необычная композиция тивая мазгейтовые войска и феникс неплохой залп по фениксом но с другой стороны гораздо лучше что они приняли залп от мины они чарльзил это например нативая уже и на натурале мало добывает и просто блинк вперед который по факту наверное заканчивает эту игру огромный завар ничего нету против пар призмы в теории можно было бы ее попытаться циклонами отфокусить но так и не вышло этого сделать 21 очень громкая поддержка хиро от болельщиков а может быть и не хиро а просто того что этот замечательный полуфинал продолжится еще хотя бы одной картой наверное было бы жалко болельщикам прийти в студию африка тв и увидеть 3030 ну а так борьба хиро придумал ответ на билд тиваю честно говоря я наверное не такого ответа ожидал но с другой стороны даже здорово что это чуть более разнообразно чем просто какой-нибудь 8 гейтовый пуш с двух бас ну и похоже что мы без перерывов отправляемся следующий сайт на карту эфемерон поднял настроение немножко себе хиро но останет лить его играть в технику снова это большой вопрос на эфемероне это не так удобно с моей точки зрения здесь не так удобно занимать локации и защищать их а это довольно важный поинт для игры в механизацию киро появляется слева вверху будет пытаться сделать камбэк но для этого ему надо взять еще два сета подряд после гейта поедет он в разведку ну а тела и в этот раз ставит барак дома ничего не изобретая доволен болельщик все что он хотел это смотреть старкрафт и жрать бургеры его сложно осудить за это мне кажется по его практически каждый из нас не отказался бы от такого же набора задач на день протосека подвезли я как говорится пришел сюда надирать протусов и жевать жевачку и жевачку тивай уже доживал ставится цена лоу граунде в этот раз максимально стандартный будет опенинг никаких сверх ранних технологий и хиро тоже не блещет оригинальностью стенка от запрыга рипера второй пилон внизу сложно спрятать какие-то технологии с такой постановкой зданий ну и может быть это значит что и не будет он прятать их вот что он хорошо спрятал так это пробочку которая обманула рипера и может вернуться по надоедать немножко терну но только не того раба стала она пилить ничего решил просто вернуть рипер убит пробка в этот раз бил через твой лайт не через stargate я думаю это потому что хиро ждет пехоты на этой карте и ждет правильно мы видим что заказана инженерка и очень ранее апгрейд на плюс один делает хиро тивай задолго до steam пока потому что там еще даже лаборатории нет для барака там еще и в стенки стоит эта инженерка не позволит она как-то халявно адептам за минеральной линией кататься ну и вообще халявы для адептов не будет сейчас тивай едва не допустил ошибку у него морпех стоял на сопла и из-за этого сопла и нельзя было бы поднять но вовремя заметил террин тем временем у протаса blink роба плюс 2 гейта вполне стандартный оборонительный билд ордер который в принципе превращается в наступательные легким расчерком мышки для этого достаточно всего лишь добавить несколько гейтов но тела и 3 барака две лаборатории добавляются без всяких перелетов он играет оригинальный билд то него будет что-то типа не steam pack щиты плюс один а steam pack щиты 11 и причем протаса даже фаржи еще нет то есть преимущество будет очень большое да я забыл про звук спасибо что напомнили вот она фаржа как раз ну и observer прилетает 1 но этот observer об апгрейдах то особо инфы не даст ну инженерка ну делается надо прокликать юнита чтобы увидеть что у него уже плюс один не факт что сделал это хиро потому что ты просто даже и не ждешь такого раннего апгрейда итоге идет вот такая вот грозная атака без медиваков чистая пехота поэтому здесь очень важно не использовать слишком часто steam pack но здесь у тебя и очень многоходовочный билд потому что ты не будешь слишком часто использовать стимпак если у тебя его нет но кстати хуже что нету конкасса мне кажется может быть даже лучше было их заказать до щитов например но утевая здесь все идеально стеймингована и зацепы для мародеров никак не вылезали в итоге он отдал уже шесть морпехов хиро очень четко отмикрил сталкерами этим марины тоже попадаются тем не менее nexus тут не спасти вообще никак слишком высокий урон у пехоты не ровен час можно и мортала отдать потому что прекрасно понимает тивай что эта армия никуда не уйдет но за из-за нее он забрал 675 минералов и 100 газа и это если не считать потери от того что третий nexus не будет работать с другой стороны вся пехота отдана а террент на контратаке сейчас не факт что отобьется многие террены любят суицидить пехоту в третий nexus но нередко это заканчивается почти мгновенным поражением потому что а чем отбиваться прыгают сталкеры просто мгновенно минус бункер медиваков как не было так и нет здесь еще и призма прилетела и тут еще и immortal пешком пришел отлично поможет против мародеров 7 рабов уже погибло в процессе от адептов хиро все очень правильно делает там у него третий nexus восстанавливается и архивы тивай немножко подзабыл про то чтобы вовремя заказать арморе поэтому у него нету вторых апгрейдов но у хиро то и вовсе 0-0 до сих пор проблема в том что так мало пехоты что толком не реализовать это преимущество но сейчас уже два бункера с мародерами к сожалению это не твз так что я не могу в 135 раз рассказать вам историю про сейв мародера но я читал в комментариях что многие зрители и и уже и сами запомнили впрочем нам старикам это обычно не мешает грейд на шторм делается у протаса вот тут кажется пока нету гост академии мне кажется что в итоге из-за того что тивай не заказал достаточно быстро арморе и вторую инженерку его вот это вот стратегия через грейды немножко теряет темп он по-прежнему в преимуществе но он мог бы закрепить его получше но хиро отвечает любезностью на любезность и тоже забывает делать армор так что террин останется в своем плюсе ну а тут полетел от хиро вы от тивая дабл дроп и мне кажется даже было бы круто полететь еще одним точнее погодите почему дабл дроп там 3 медивак можно назвать это трипл дропом в таком случае дроп с четырех медиваков при желании можно назвать квадрипл дропом а вот как тогда назвать дроп с 5 медивак пентадроп ну тогда я вот до 8 знаю из курса музыки там окта дроп наверное да а вот как будет 9 я признаться тут уже все но слава богу с 9 медиваков дропаются очень редко так что этот провал в знаниях не будет слишком очевидным здесь тем временем хиро интересную армию поделил там чарж дилл это с морталами готовы принимать говорят в какой-то момент можно называть уже просто doom дроп примерно как 12 много ну да такой метод расчета всегда работает емп прошло по темпларом но я им поснимает 100 энергии они всю поэтому все равно удалось дать один шторм но теперь уже они точно все без маны забегает тиран на армию протаса чтобы выключить колосса это ему удается тут сталкеры хорошим фронтом стоят на пехоты с такими грейдами просто слишком много урона подходит еще один колосс и его тоже заберут мародеры потому что они получают недостаточно много урона от колоссов и в итоге похоже что тивай пробьет нет он решил улетать как только я сказал что пробьет интересно тивай не щадит мою аналитику может быть он просто решил восстановить хп на медиваках и дождаться немножечко подкрепления которое как раз подходила по мини карте здесь все ралли поинты поставлены вперед на форсфилдах здесь потянет немного времени хиро за форсфилдами против колосса сражаться не очень приятно колосс тем не менее уже потерял щиты ему немножечко урона но тот хиро начинает подмигрывать очень здорово залпы викингов летят поэтому их можно сбить сбивать с помощью засаживания в призму урон не проходит но в итоге призма на красных хп колосс на красных хп колосс все-таки погибает но хиру продолжает держаться у него в полтора раза меньше боевого лимита но его все же достаточно чтобы тивай здесь не мог достаточно долго пострелять в nexus чтобы его убить минус призма там слишком мало пока пехоты но тивай у самого уже есть четвертая база так что ему не обязательно пробивать рабочих у него больше на 10 грей третий уже делается там по нежному 10 хиро просто колоссально провалился по грейдам в том числе из-за колоссального провала его колоссы работают куда хуже им очень нужны апгрейды на атаку здесь прямо под об сервером чилит армия тирана отчасти позволяю протусу на какое-то время расслабиться мне кажется хиру сейчас нужно добавить дизрапторов а ну кстати он делает не менее мудрую вещь он добавляет иммортал учитывая что там в армии очень много мародеров это хорошо работает они правда здорово ловят емп потому что они медленные но все равно атаки 50 по мародерам это не у них не забирает но мне кажется что и пара дизов неплохо бы тоже зашла тут сталкеры попадаются но выживут можно забрать призму и даже с колоссом был шанс ее забрать но такого подарка на рождество тивай все же не получает но в итоге вся его армия жива здесь он еще и здорово держит позицию за мостиком с помощью мин красивый разминировал херон там есть еще одна мина тивай сканет чтобы сбить опса наверное он сбил опса но там есть левее еще один тиран сейчас достроить турели так что сюда залетать будет уже не так просто хиро действительно решил подзаказать дизрапторов он хочет видимо максимально напрячь здесь тирана может быть заставить его поднять орбиталку потому что понимает что если просто сидеть и ждать то ничем хорошим это не закончится шансы на хорошее были бы выше опять же начни вам заказывать под густами грейдена к сожалению для болельщиков протаса если такие у нас есть хиро этого не делает проседают как жестко колоссы там правда иллюзии колоссов проседают и настоящие но настоящий остается на красных хп и именно он погибает первым дизраптор сдох не успел сделать вроде бы вообще ничего 2 дисп пока живет но тоже через атаку отдается не чемпионская микро от хиро ну и видимо она ознаменует конец игры группка чардж дилатов это жалкая попытка додавить эту базу приземляются викинги там дис опять приехал 20 рабов правда потерял тивай но у него по-прежнему 52 грозный боевой лимит который в четыре раза был только что больше чем у протаса правда протас сделал варп теперь уже разница лишь в два раза но он не сможет также быстро получить качественные боевые юниты ну и апгрейды 32 на 10 конечно делают армию тирана просто в разы эффективней особенно если ты играешь гейтовое мясо то есть ладно если у тебя какие-то дизы и там наносят урон но когда это зилаты и сталкеры они просто перестают его наносить вот и все приземляются викинги и урон от армии тирана совершенно кошмарной продолжение этой игры формальность и мы уже сейчас можем говорить что именно тивай будет играть против дарка в финале gsl супер торнамент да с высокой вероятностью мы не увидим тивая все равно на блесконе потому что видимо поедет туда все же классик но за себя и за всех болельщиков раз теран тивай будет тащить в этом финале также как он протащил в этом полуфинальном твп красивейший матч в исполнении опытного терана и мы желаем ему удачи в решающем матче и уходим на перерыв минут на 10 после которого будем смотреть последний завершающий матч этого соревнования